Всем привет, на связи Олег Славев, это наше правило футбольного эксперта, четвертое наше видео и сегодня мы поговорим о том, как справляться с своими эмоциями, ведь эмоции очень часто нам мешают, чтобы достигать нужных результатов в беттинге, чтобы не сливать банк и в большинстве случаев как раз таки из-за того, что люди не справляются с эмоциями, они сливают тот банк, который заработали. Здесь есть на самом деле несколько важных правил, которые следует помнить. Итак, первое правило это вы не должны реагировать на критику и похвалу, особенно это актуально для тех людей, которые занимаются видеопрогнозами на спорт, имеют свой канал на YouTube, потому что вы будете очень часто встречаться с различными родными комментариями, если ваши прогнозы не заходят, то вам будут писать негативные комментарии, вы сами будете испытывать скорее всего негативные состояния, если у вас будут заходы, хорошая серия, вас наоборот будут все скорее всего хвалить, говорить, что вы молодец, и вам нельзя реагировать ни на критику, ни на похвалу. Объясню почему. Потому что если вы будете реагировать на все эти комментарии, если вы будете сами поддаваться этому негативу, когда у вас черная серия, то вам будет очень тяжело справиться с этим давлением, вы будете постоянно на взводе, у вас будут стрессы, а это, безусловно, будет вам мешать вернуться и нормально делать прогнозы. У вас, возможно, появятся какие-то страхи, страхи неудач, какие-то патологические проблемы, и, безусловно, это будет еще сильнее мешать, и вы можете просто угодить в эту долговую яму негатива, стресса, из которой потом уже тяжело выбраться. Но также нельзя реагировать и на похвалу, потому что, когда нас хвалят, мы себя чувствуем таким крутым, что мы там все можем в этом мире, такие супермены, вот, и начинаем чудить. Да, именно чудить. Мы начинаем слишком сильно верить в себя, ставить на все подряд, думаю, что абсолютно каждая ставка теперь ваша зайдет, потому что вы, как мы уже говорили, супермен, вот, и поэтому не нужно реагировать ни на критику, ни на похвалу. Похвала, она тоже вас начинает немного расслаблять, появляется, возможно, лень, вы становитесь менее продуктивным, эффективным, не хотите уже так сильно анализировать матчи, вот, уделяете этому меньше времени, поэтому не реагируйте ни на критику, ни на похвалу. Но это не единственный важный момент. Есть и другие важные моменты, например, как вот вам справляться с неудачем, да, когда тоже вот эмоционально очень тяжело. Вы должны относиться вообще к беттингу и к ставкам как к вашей профессии. Да, вы можете там какую-то свою работу выполнять плохо, у вас что-то не получится, но, тем не менее, вы должны проводить работу над ошибками. Если, допустим, ставка не проходит, вы не должны из-за этого делать какую-то трагедию, что вот, там, я проиграл, как все плохо и так далее, да, опять же, вы можете уходить в эту долговую яму со стрессами, да. Важно понимать, что это школа, это работа над ошибками. У вас не прошел прогноз, вы не обвиняете в этом, там, судьбу, удачу, там, и так далее, да, вы не обвиняете в этом команды, футболистов, там, да, что вот какие неплохие, вот так плохо сыграли. Нет, вы делаете работу над ошибками, вы смотрите так, почему же не прошел прогноз, как то, что произошло в матче, соотносится с тем, что я говорил до него, то есть как я это представлял, как этот матч должен проходить. Правильно ли я угадал, ну, именно не исход матча, а то, как будет происходить в этом матче, да, события, те события, которые будут происходить. То есть нужно проводить определенный анализ, да, потому что каждая ваша ошибка, это, наоборот, путь к вашему прогрессу, невозможно стать, там, успешным нигде, если вы не совершаете ошибки, поэтому к ним нужно относиться спокойно. Следующий момент, если вы понимаете, что вот прям слишком сильно сейчас у вас такой эмоциональный заряд, вам тяжело с ним справиться, то лучше сделать паузу, лучше сделать паузу, отвлекитесь, сходите там, прогуляйтесь, встретитесь с друзьями, там, почитайте книгу, либо займитесь каким-то таким успокаивающим делом, который будет требовать максимальной вашей концентрации и усидчивости. Например, простой вариант – это собирать пазлы. Кому-то может показаться смешным, однако у меня бывали случаи, например, когда я был в дикой агрессии из-за того, что моя любимая команда проигрывала, еще и ставки не заходили, которые должны были проходить. После этого я садился, у меня там есть моя маленькая сестра, садился вместе с ней и собирал пазл. На протяжении первых 10 минут нужно было сразу же быть сфокусированным, чтобы собрать, найти вот этот пазл. И через 10 минут ты уже входишь в это состояние фокусировки, собранности, спокойствия, и это состояние у тебя остается таким же, и ты уже не такой агрессивный, проходит один час, ты можешь уже вернуться к беттингу, потому что твои эмоции уже восстановились. Ну и, собственно, вот те вещи, про которые я сегодня рассказывал, им стоит уделять пристальное внимание. То есть, первое, я говорю, не реагировать ни на критику, ни на похвалу, то есть ни на свои лустрики, ни на свои удачные ставки, да, потому что даже если вы реагируете на удачные ставки, у вас слишком получается самоуверенность большая в себе, да, то, что вы можете стать более ленивым, да, не таким расчетливым. Если вы реагируете на критику, то, наоборот, у вас будут возникать стрессы, и вам будет тяжело с этим справиться. Второй важный момент – это, если у вас какие-то случаются ситуации, когда вы не можете, там, справиться со своим стрессом, то нужно отвлекаться от этого, от беттинга, и только потом, когда вы восстановились, возвращаться. Ну и третий важный момент, про который я рассказывал чуть ранее – беттинг – это, по сути, ваша школа, это ваша работа, поэтому не нужно реагировать на то, что ставки не зашли, вы должны учиться на своих ошибках, делать правильные выводы и анализировать не только предстоящие матчи, но и те, которые у вас не зашли. С вами был я, Алекс Соловьев, кому понравилось, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, сажать на колокольчик, чтобы не вырусить следующих прогнозов. Следующий наше обучающее видео выйдет через неделю, мы будем говорить о пределе, о том, как не достичь того предела, после которого вы начинаете сливать деньги. Всем успехов!